Опять у Гонтаревой беда. Шоу «Как уехать жить в Лондон навсегда» третья серия. И на этот раз речь идет о скромном домике за 12 миллионов гривен, так сказать, оторвало от души. Привет, друзья! С вами, как всегда, политический инспектор, и у нас, как всегда, новый разбор всего того, что происходит в стране. Так что подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Я вообще удивляюсь поразительному хладнокровию и вере в свою ложь наших политиков. То Медведчук с каменным лицом рассказывает, что он вообще не теми, кто владел его фирмами, пока те не переписались на жену. Порошенко, который зарабатывает на смертях своих сограждан. Это вообще верх лицемерия. А вот теперь и Гонтарева. И главное, вы заметили, что чем выше ставки, тем лучше актерская игра. Вот лично мне просто интересно, кто их этому учит. И ведь они, готовя очередной развод, потирают руки и абсолютно уверены в успехе своего дела. Потому что знают, что всегда найдется тот, кто им поверит. А остальное можно подкрепить или социальными сетями, или СМИ. Вот давайте сегодня и пройдемся по цепочке событий на примере Гонтарева. И нам сразу станет понятно, что к чему и как они наваливают свое кино в наши умы. Итак, на Гонтареву наехал автомобиль. Как только она узнает, что ее принудительно вызывают на допрос. Она попадает в больницу Лондона. И не в какую-то там по скорой помощи, а в самую крутую. Больница Святой Марии на Паддингтоне. На секундочку, где рожают королевские лица. Гонтарева, видно, тоже себя считает особой королевских кровей. Вообще, хороший выбор больницы, особенно в условиях травматического шока. Вот вы представляете, да себе, вы так сидите с травмированной ногой, у вас шок, но вы выбираете больницу, куда вам поехать. И не поехать ли случайно в самую дорогую больницу Лондона, где палата, на секундочку, стоит в среднем 700 фунтов за сутки. Если в украинской валюте, то это 21 тысяча гривен. Гонтарева счастлива и, кстати, не стесняется упоминать, что это действительно самая лучшая клиника. Я нахожусь сейчас в госпитале. Этот госпиталь находится на Паддингтоне. Это один из, наверное, лучших ортопедических госпиталей Англии. Возникает вопрос, возможно ли такое, чтобы нетравмированный человек находился в больнице? Лично я смею предположить, что да. Вот, например, когда снимают какую-то сцену в палате госпиталя для фильма, это же возможно. Там тоже человек подключен к аппаратам, наверняка у него есть кресло и даже гипс на ноге. Ты арендуешь комнату, платишь за нее и делай, что хочешь, главное не нарушай порядок. Прочла комментарий одной из пациентки этой клиники. В палате был вообще проходной двор. Друзья и близкие в большом количестве набивались в мою комнату. Кто-то даже прямо с самолета с чемоданом. Приходили, уходили, приносили цветы, засыпали на креслах, слушали музыку. Ну, так что, как видите, друзья, все очень демократично. И да, еще в эту больницу легко можно попасть по страховке. Обязательно запомните этот нюанс. Поехали дальше. Поджог автомобиля супруги сына Валерии Гонтаревой. В своем первом блоге о Гонтарево я уже упоминала, что машина сгорела дотла, но вот только номера по какой-то причине остались целы. Мне не сложно было пробить автомобиль в сети, и вот что нашлось. Это Ауди А7, 13-го года, перекуплено в 17-м году. Как видите, номера совпадают. И вот тут следующий вопрос. И вот тут еще один вопрос. Стала бы на ней кататься барышня, которая хвасталась крутым Панамеро в соцсетях? Вы бы стали ездить на старой перекупленной Ауди? Естественно, нет. И вот еще один нюансик. Машина-то, оказывается, застрахована. Так что, не думая, что у Гонтаревой были какие-то особые потери. Ну и, наконец-то, дом. Со слов самой Гонтаревой, в телефонном интервью для ЛБЮА она узнала о поджоге в час ночи по Лондону. В Украине это получается 3 часа ночи. По информации от Виктории Рубан, руководителя пресс-службы ГУГСЧС в Киевской области, к ним сообщение тоже поступило в 3 часа ночи. На территории дома находилась охрана. Пусть даже это один человек. Но неужели он дождался, пока дом выгорит дотла? И только потом сообщил об этом Гонтаревой. И только лишь после этого вызвал пожарных, которые, по словам Гонтаревой, ехали очень, ну прям очень долго. Но это же полный бред. Такой же бред, что дом был не застрахован. Мы все прекрасно понимаем, что Гонтарева далеко не глупа и не могла бы этот момент упустить. Во-первых, она подозревается в уголовных делах и на дом могли наложить арест. Но вот вряд ли кто-то при таких условиях захотел бы его приобрести. А вот если застраховать домик в Англии, например, то это свободный переход живых денег в ее руки. Так что если еще и этот факт подтвердится, то станет ясно одно. Пострадала тут, опять же, не Гонтарева, а страховая. Как видите, острый у многослойных схем пригодился и тут. Не только разворовывать кормушку. Она делает абсолютно все, чтобы были основания получить политическое убежище. Но при этом умудряется выводить деньги. Вот вам еще один хитрый ход. 13 сентября после допроса в ГБР в своем интервью Порошенко выразил недовольствие о преследовании Гонтаревой. Я привязываю подию сегодняшнюю с подиями обшуку у колишнего головы Национального банка пани Гонтаревой, спалення машины и ее детей, тиску на ее родину. После пожара в доме Гонтаревой на его странице в фейсбук появился пост. Это даже не пост, а я бы сказала, какой-то крик души. И тут друг Гонтарева, все в том же телефонном интервью для ЛБЮА, говорит, что она очень расстроена. Порошенко не прислал ей даже смс с соболезнованием о происшедшем. Думаете, они стали путаться в показаниях? Не совсем. Это новая тактика. Типа Порошенко отстаивает не личные интересы Гонтаревой, а интересы страны, в которой якобы начался беспредел. Но при этом оба фигуранта уголовных дел уцепились за приватбанк и сделали его виновником событий в лице Коломойского. Порошенко опять же призывает на своей странице в фейсбуке угомонить Коломойского и Портнова, который инициировал походы в ГБР бывшего президента. А Гонтарева в это самое время разгоняет информацию активно через СМИ. Ой, ну прям не знаю, мне ее уже становится жалко, стебутся с нее. А по-моему, это ты стебешься с нас. А вы как думаете? Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик. И вот буквально на пепелище трагедии в сеть просочились фото с празднования 30-летия Антона Гонтарева в одном из самых дорогих и пафосных ресторанов Киева. Их опрометчиво выложила в одноклассники теща сына Гонтарева. Но сейчас вы их уже там не найдете. Видимо, ей хорошенько настучали по голове, что она даже аккаунт переименовала. Ну прям очень показательное мероприятие, как по мне. Кстати, о сыне. Появилась информация, что в следующей серии шоу Гонтарева «Как уехать жить в Лондон навсегда» должны слегка поколотить ее сына. Надеюсь, обойдется без приковываний к батареям и отрезания пальцев. Хотя... Нет, я против насилия, но я за справедливость. Раз вы уже начали такое кино, то доиграйте его по всем правилам жанра, чтобы мы наконец-то поверили. Жаловалась Гонтарева и на то, что Дубинске отправляет тысячи писем на место ее работы в Лондонскую школу экономики с одним и тем же текстом. Гонтарева главный враг Украины, бандит и коррупционер. Блин, но это же как бы так и есть. Или нет? Ну да, это же просто политическое преследование безвинной женщины из Украины, вынужденной проживать в Лондоне в скромном доме за 23 миллиона фунтов. После очередных призывов к власти, слез и соплей в медиа, умоляя президента разобраться, она таки докричалась. Офис президента отреагировал. И они абсолютно правы. Я тоже считаю, что нужно срочно провести расследование и найти виновных. Вот правда, если это окажется человек Гонтарева, это уже другой поворот истории. Тогда политическое убежище ждет на нарах, а прогулки у Темзы отменяются. И я бы рекомендовала уже сушить сухарики по чуть-чуть прямо сейчас. А то опять станет неожиданностью для вас, как поджог дома или автомобиля. Ну а мы пока ждем новых выпусков от Гонтарева & Co. Production. И да, друзья, наш прогульщик снова не появился в ГБР. Придется ему таки сделать а-та-та.